Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Момент истины». У нас в гостях Андрей Мерзликин, замечательный русский актёр, и я, Стас Симонов. И вот о чём хотели поговорить. Вот с момента 2014 года, насколько поменялась атмосфера в среде, где снимается кино? То есть уменьшилось количество кинофильмов, увеличилось... Ушло из повестки «Патриотическое кино». Слово «Патриотическое кино» тема... После 2014 года, потихоньку, с 2014 года начиная, потихоньку на нет, на нет, на нет, на нет, и оно прям прошло к тому, что внутри кругов, скажем так, людей, которые производят так называемый контент по кино, но я наблюдал и слышал, даже вслух говорил, оно как бы считалось, но... Как сейчас знаете, есть слово «зарквар»? Оно передаёт такое, понимаете? То есть вот среди актёров, там вот это сниматься в кино, там вот где, которые вот по заказу... Почему-то они так называют по заказу. У нас как бы нет такого конкретного там... Прямо госзаказ какая-то... У нас в стране нет какой-то тематики, идеи, идеологии, которые бы какие-то заказы делали. Не, ну просто это именно государственные деньги, которые бы сказали, ну снимите вот такие разные фильмы. И вот тот, кто снимает, к нему отношение отдельное такое. Или тем, кто снимается в кино про это. А те, которые вот для фестивалей, это продвинутые, это вот топовые актёры. Вот я не топовый актёр. Я не... Ну вы рады этому или... Вот, ну понимаете, какая история. Вот меня как-то тут... Я с ней совсем знаком, я даже и, как бываю на этих фестивалях, смотрю все эти фильмы, все общаемся. Ну просто вот вы спросили, отвечаю, что это просто я наблюдаю. Это я дома сижу, так размышляю, я понимаю, что я какую-то нишу неожиданно занял. Я как актёр хочу все ниши попробовать занять. А нет. Вот Андрей выбрал вот это всё. А жизнь выталкивает вот эти... Вот Андрюш, с тобой дружат, разговаривают, общаются. И все, слава богу, руки друг другу, жмём. Вот, но... Ну специально же знай, ты вот здесь сидишь. А мы здесь... А я даже не знал, это не то, что там, как и в моей идее, не просто у меня... Я же делаю то, что от сердца, я же выбираюсь разных сценарий. Мне вот это близко, это близко. Оно было, есть и остаётся, и будет у меня какие-то вещи, которые, там, говорят о каких-то понятных мне совершенно... Даже порой иногда необходимых вещах. И если я занимаюсь культурой, имеется в виду, когда воскультуриваю себя, я же читаю те книги, которые помогают мне стать лучше. Я выбираюсь сонму разных книг. Те книги, которые обнажают моё невежество, обнажают мою бессовестность, обнажают мою безнравственность. Я чувствую все какие-то и пытаюсь через эту книгу, фильм, что-то с собой сделать. Мне это интересный процесс. И то же самое, когда я произвожу что-то такое, они так же отзываются, рефлексы, они так же работают. Даже не значит, что ты сидишь и думаешь, боже мой, будут смотреть мои дети. Нет, не думаю. Ну, я знаю, что они будут смотреть. У меня был пример один раз, сын старший стоит, и как харкнул, я извиняюсь. Прямо именно если бы сказал, плюнул, неправильно. А прям смачно харкнул на асфальт. Я с ума сошёл, ты вообще. Ну, так нельзя, это за пределы, в любом понимании. Я говорю, ты что сейчас делал? Ну, ты что так делаешь? Я аж, кто так делает? Я так, я никогда так не делал. Ну, вот Утомленное солнце, я же смотрел фильм, Никита Михалку, да. И я вспоминаю, что я там кадр через кадр, но я-то персонажа играл. Ну, да. Я нашёл себе такую, вот как-то называется, красочка, чтобы среди миллионов разных хороших, больших артистов, что-то сделать, я нашёлся, вот это там. И так смаркнётся танц, пыльный, такой танкист весь. Ребёнок посмотрел, это к тому, что говорю, перенимается как быстро, раз, и он уже повторяет. Я говорю, сынок, значит, так, объяснил ему, что он так и так, вот, потому что не нужно так делать. Но я задумался, понял, что науга влияет всё, слово сказано, действие сделано. Как-то вот, то есть, стало для меня очевидным, что кино... Андрей Ильич, вот скажите, есть такой фильм, может быть, вы его видели? Да наверняка. Да. Это «Солнцепёк». Это, это... Не видели, 21-го года, в общем-то, фильм о Донецке, Луганске, то, что там происходило. Я кино не смотрю, даже не то, что там последние 10-15 лет, вообще не смотрю. Уже, наверное, с момента... С профессиональной точки зрения? Да. Я даже открою секрет, и это раньше переспрашивали даже, какие стороны, я не смотрю даже свои там фильмы, длинные сериалы, я их не успеваю смотреть. Просто не смотрю. Кино, да, вот на премьеру позвали, вот у меня завтра будет премьера фильма «Первый Оскар», я пойду его смотреть. А если это было бы сериал, то я не посмотрю, потому что у меня, ну, не вызывает... И времени на всё это, самое главное, нет. Работа своих друзей, партнёров, если я о чём-то не слышал, то я не смотрю. То есть, мне говорят, рекомендуют там кто-то, я там... Кто рекомендуют? У меня в Лиске там посмотрят, ну, там, с кем там, кто является, у меня там Костя Хабенский, мой дружин, допустим, работы выйдет какая-то там, я пойду там гляну. И то, опять же, все работы не успею посмотреть там. Или там, если у Гармаша что-то выйдет, я так хоп, пойду и посмотрю. Ну, то, что меня жизнь с ними как-то так соприкоснула, и для меня эти люди, значит, не это недалёкие, а близкие очень в чём-то. Или там в театре что-то то же самое. Сидеть, смотреть и всё вподряд. Сейчас уже не советское время, когда каждая премьера – это событие. Вот событие вышло кино, кино являлось именно штучно-то. А сейчас даже, словно, такой-нибудь контент. Контент. Этих платформ очень много, снимается очень много. Вот я вам даже задам вопрос. Вот в этом году за государственные деньги были. 84 картины сняли. Вы видели 84 картины? Нет, 84 точно не видел. Вот я и говорю, что вот, это говорит о том, что болит. А я даже и не знаю, какие эти картины. Я даже не знаю, там, может быть, 2-3 названия. Слышал каких-то. Вот. И я даже не факт, что я их смотрел. Андрей Ильич, вопрос такой. В связи с санкциями мы перестанем очень скоро получать европейские, американские фильмы для широкого проката. Кинотеатры остаются. Работать им надо будет. Зарабатывать деньги – это же люди, это рабочие места. Вот что показывать там будут? Как вы считаете? То есть мы сможем? Это интересный вопрос. Вот, кстати говоря, да. Потому что эйфория, то, что мы санкции, а сделать нас крепче и более самостоятельными и независимыми, она как бы присутствовала и присутствует. Руки, как говорится, не падает. Но трезвость, она все равно тоже присутствует так же, что сильный удар. Но для того, чтобы создать… Это же процесс не переформатирования сейчас стоит. Вопрос о том, что заново научиться, практически изобрести велосипед, как-то смоделировать ситуацию, когда люди должны, будут вынуждены научиться делать это кино. Не снимать контент, восьмерка, общий план, так, 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 и практически псевдокальки любого мирового контента, ну, так называемого, общего представления, какое должно быть кино. Ну, это очень просто. И сейчас это будет неактуально, в силу того, что даже если вот ушел, так называемый, западный, люди все равно смотрят, поставили VIP, они там смотрят, все это дело, подписываются, им этого хватает. А вот, чтобы стать, скажем так, конкурентоспособным российскому кино, это практически надо заново прям вот учиться. Надо дать допуск людям, которым раньше не давали. Я объясню, что это такое. Не то, что он какой-то человек, которому не дают, нет. А просто не создавалась ситуация. То есть, люди предприимчивые, да, доходили до момента, где распределяются деньги или кому распределяются деньги. То есть, ты должен обладать не художественным наполнением, а предприимчивостью. Ты должен быть, уметь, уметь, уметь договорить, попасть, так, 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 так. А люди, которые самородки, так называемые высоцкие шокшины, они находились, когда в советское время в плоскости, когда эти фильтры отсутствовали, они могли проявиться. Бывает и площадка, и можно было где-то вырасти и подобраться. Хотя тоже со своими сложностями, но это было. Сейчас, чтобы создать эту атмосферу, очень, опять же, корней много, начиная с того, что у нас нету идеи, идеологии. У нас вообще непонятно, в каком направлении культуре развиваться. Вообще, каким самородкам откуда и куда расти, к какому солнцу тянуться, солнца как такового. Нет, всё размыто. И степень опасности стала жёстче и больше сейчас. Сейчас не то сказал, не то сделал, не в смысле санкции или там художественная санкция, а потому что куда-то записывает, куда-то перечисляет. Вот как бы вот это вот, ярлыки вешают, сейчас ещё жёстче. Поэтому, чтобы сейчас сделать новое вот кино, нужно просто переоценить какие-то вещи. Кто снимает и для кого снимает, это важно. То есть, кто будет переоценивать. А вот должны появиться люди. Всё время говорим, кто эти люди и от кому они должны, и кто. Ну, по идее, мне кажется, есть в моём представлении люди, которые могли бы взять на себя именно на уровне манифеста внутреннего, который могли бы сформулировать хотя бы, может быть, временно, с точки зрения кризисного такого, взять. Сказать, ребят, давайте в качестве эксперимента мы попробуем смоделировать на время. Вот видим кино вот в этом направлении. Просто посмотрим, чему это придаст ли это плоды. Не просто вообще снимать кино, у нас сейчас же вот увеличили эту дотацию. Сейчас ещё больше денег выделяется на кино. Я сижу, удивляюсь. И так-то было нормально. Ну, ещё больше. Это же не изменит того, что будет производиться. Это не то, что появится больше хороших сценариев. Ну, просто будет ещё, не 84, а 184 таких же картин, которых я смотреть не буду. Не то, что я ругаю, воль нет, но просто это трата времени. Это даже не развлекательное кино. Понимаете, если бы хотел, что было бы развлекательное кино, я бы сказал, ладно, ещё. Там включил посмеяться. Вот мой сын бы вам сказал бы 15-летний, но я бы сказал, ну, это вообще нельзя смотреть. Даже 15-летний пацан. Без всякое, что называется, идеология, скажет он вы. Он меня даже задаёт вопросом, почему-то. Я говорю, Федлина, мне нечего тебе ответить. Хотя у меня есть ещё что сказать, просто не хочу грузить. Ещё начнёт думать, что я, как это называется, несчастливый человек. Я счастливый. И это и есть моя внутренняя идеология, есть мои фесты, которыми я живу. И мне даже никто и не нужен, по большому счёту. Я так научу, у меня мама так воспитала и говорит, Андрюш, но займите, тебе никто не помогает. И ты двигаешься. И я говорю, да, но тебе никто и не мешает. Вы сами не пытались снимать кино? Хочу. Есть мысль. Но это не с профессиональной точки зрения, потому что этому надо учиться. Вопрос правильный. Снимать кино? Хочу. У меня был опыт, я снял короткометражный фильм, я, в принципе, понял, как эта конструкция работает. Но это не значит, что я хочу стать режиссёром. Вот режиссёр – это профессия. Она практически сродни человеку, который моделирует мнение своего зрителя. Человек, который куда-то действительно… Моделирует мнение зрителя или создаёт новое пространство? Создаёт пространство художественное. Через художественное пространство он просто меняет мировоззрение. Ну, если даже не меняет, то, по крайней мере, кого-то подпитывает. Ну, людям создаёт тот пласт людей, которые бы ему были интересны. То есть ты создаёшь себе зрителя, так же, как я, снимаясь кино, я хочу сниматься в таком кино, которое я хотел бы сам смотреть. Понимать, что как с умным, как с интересным человеком. В каком направлении вы бы хотели бы двигаться для того, чтобы, ну, как-то, то, что вы сейчас говорили, найти новый пласт, нового зрителя и снять новое кино? Переоценка многих вещей. Мне кажется, надо научиться любить, например, страну нашу. И это не с точки зрения плаката красивого слова. Просто очень долгий период мы жили, вот в моём, когда ад на земле есть, и он только в России. Вот этот период мы так долго жили, что выросло даже не одно поколение, которое, ну, просто уверенно, что вот в России, ну, это просто исчадие. Какое-то здесь всё мрачное, всё плохо, все продажные, все какие-то и уроды, безнрав, ну, какое-то, ну, полное вот такое. Ну, я не буду говорить, что этого нет, ну, конечно, проявления человеческие есть. Ну, камеру поверни влево. А вот тут рядом дом в соседней деревне или в соседнем подъезде. Жит другой человек, радостный, созидающий, не развратничающий, живущий с женой, можно говорить, там, рожающий детей, работать на работе не вороть. Но это нет, не интересно. Вот долгое время повестка была неинтересная. Убрали, то есть что-то взорвало, что-то сломалось, кто-то кого-то предал, кто-то кого-то изнасиловал, кто-то кому-то там отобрал. И всё это было, ну, как бы в таком… Вскрыли, мне кажется, ну, я вот лично устал. Мне кажется, эта усталость, она должна прийти осознанно и, ну, в общем таком масштабе, когда, так сказать, ну, хорош. Это хорошо всегда в сравнении с чем-то, а что для сравнения, когда ты обнаружил, ну, покажи здоровое. Ну, что про болячка снимать, ну, пока… Ну, если неинтересно здоровое, ну, не смотрит на… Нет, просто сложнее, вы знаете, вот играть злодея, как актёра, намного легче, потому что красок много. Конечно. А правда, она, в общем, немногословна, ведь хороший, порядочный человек, он сдержан, его сложно показывать, снимать, нету вот этих приёмов. Ярких улов. Да, а тут раз, то же самое, то же снять кино. Исходя из этого, когда, например, я восхищаюсь советским кино, я говорю именно про это умение, когда они аллегорические, когда умение показать с одной стороны такое вот всё светлое и показать тоже сильные нарывы, ну, без всякого вот этого вот. Я вот недавно посмотрел работу и обрадовался. Есть такой актёр потрясающий, Женька Стычкин, и он как режиссёр снял фильм, сериал, называется «Контакт». Я знаю его, я снял. Я говорю, вот же, ребята, вот он не научился. Он и всем этим режиссёрам, которых я люблю, соровесники, уважаю, всё, молодцы. Ну, от того, что они же сами не устали от того, что делают. Вот человек не учился, а сделал продукт. Помимо того, что это режиссёрски смонтировано, и прямо вот захватывающе смотришь, вот там показаны какие-то проблемы. Это проблемы отца, ребёнка, вот это поколенческие столкновения. Помимо того, что документально точно это мог снять только человек, который у самого там пятеро детей, которые знают эту проблему. Но насколько, если Женька, человек в жизни, понимает, что да, все это проблемы, но он идёт с позитивом. В смысле, вот он врачок, который улыбается. А просто как понимает, что психологически так устроен, что это не то его, что подавляет. Он не будет сидеть вот с таким видом. Всегда вот. И это проскочило через режиссёрскую вот эту призму. А это проявилось на плёнке. Все эти герои, мы всех любим, даже те, которые буквально с точки зрения функций в сценарии, они отрицательную роль играют. И вот эти все переломы, нету ни одного, все симпатичные. Вот это умение. Ты головой понимаешь, да, вот он нехорошо поступил, но ты его понимаешь. И почему-то даже нравится, симпатичный актёр, хороший, играет правильно, всё здорово. Вот то же самое было с советским. Ну, может быть, потому что он получил образование в советский период, а он получил его именно там? Я думаю, что он получил воспитание от родителей, они у него действительно там невероятная семья, он вырос в ней. И вот эта порядочность, она идёт, конечно, корнями из детства. Опять же, вот тема для кино. Опять же, кино, вот тема вот этого воспитания. Где, как вот, почему показывать только вот несчастное, вот как выросли плохо, а порядочное. Вот какая тема для кино, когда вырастают в семьях, где внутри семьи были какие-то уставы и традиции жизни, когда человек вырастает, когда отец на глазах у детей, он любит, мать. Как это прекрасно, это художественно, это нечасто, это редкость. Это вот как интересно показать, это даже интересно наблюдать. Это как, вот, я когда, как говорится, мужик в политику ходил, это я про себя говорю. Когда я там пытался сделать один фестиваль и как бы дошёл до каких-то высот, и было даже принято. Я тогда вот столкнулся вот с этим, что я говорю, ребят, не надо бороться. Нужно предлагать то, что, скажем, будет наоборот воспевать это дело. Я говорю, пока там вы боретесь с людьми, которые дискредитируют или там борются и топят за то, чтобы там упразднить институт брака, институт церкви, ну, пускай ходят, пускай борются. Ну, это уже вот так, вот это такая данность. Но у нас нет ни одного человека платформы, где бы сказали, ребят, а я вот за. Я хотел бы, давайте сделаем фестиваль золотых свадеб раз в году. Просто один раз в году мы просто выведем в свет людей, которые прожили друг с другом 50 лет. 50 лет, это же редкость, редкость. И их не так много. И их можно, я не достойно того, чтобы выйти на центральную площадь и вместо танков по Красной площади провести. Идет семья, там, Нурмагалиевых, у них за 50 лет 10 детей, вот столько внуков, столько кандидатов в мастера спорта, столько, вот достигли это. Идет семья Ивановых из другого города. У нас городов-то много, собрать, и может пройти целая колонна вот таких замечательных семей. Плюс вокруг могут быть серебряные свадьбы 25 лет, а это уже может быть элита и культуры, и власти, и чиновников, и бизнеса. Разные представители. Неужели дети вот этих дедушек, бабушек и родителей не запомнят на всю жизнь, что когда-то им сказали спасибо? Неужели семья не сделает для себя, доживите до 50 лет, дотерпите, не разводитесь, я хочу сходить на такую демонстрацию. Сколько спасется интересных семей и браков ради вот этого праздника. Ну, я-то я сейчас иронизирую, но по факту дети будут просто благодарны, они искренне скажут спасибо, что вы это сделали. Тем более, с точки зрения организации, очень все просто, никаких денег не надо привезти и дать платформу. И это же диктор, который говорит голосом, и они идут, а потом они останавливаются, и выводят какой-нибудь наш центральный оркестр, как или хор Александров, и поет там, допустим, ой, ласковый и нежный зверь. И они танцуют, так же, как танцевали 50 лет, свой танец, танец жениха и невесты, да плакать будут. И говорить никаких плакатов, лозунгов не надо. Так чем закончилось? Ну, ничего, я просто говорю про это. Уже хожу я с этим, он был оформлен, упакован, представлен. Есть такие люди, их называют тромбы, я их знаю, фамилии, имена, явки, блокируют. Собирают всю информацию, упаковывают и откладывают. И я в определенную ячейку становлюсь. Вот этот так думает, этот так топит, этот. Просто классифицировали, идентифицировали, цифронули и поставили. Но я один раз провел такую вещь, как это называется, инициатива быстренько в Чите. В Чите. Да. Раз, уже так быстро. Да, быстренько. И есть много договоренностей. Власть, представим, ребята молодые, сейчас же мэры, губернаторы. Так получается, что я к ним как взрослым иду, а по возрасту иногда даже моложе, чем я. И мы с ними разговариваем. Они поддерживают, они вдохновляются. То, что здорово. Я говорю, это же должно быть и может быть как бессмертный полк. То, что оно не требует денег. Это вот, ребята, если в каждом городе личные инициативы, просто соберитесь на вашем маленьком, где-то у вас есть свой этот, перекройте движение, выведите этих. Их не так много. Каждый год. Я почему-то топил, просто в этом году моим родителям 50 лет исполнилась золотая свадьба. Я так готовился, думал, что у меня уже будет он сработанный фестиваль. И вот он, я уже выведу из своих родителей, буду стоять, вытирать слезу, радоваться, что я все сделал для того, чтобы сказать им спасибо. Что они не прошли. Я же видел. Ведь помимо того, что они там все вместе прожили, я видел, как прожили. Это тоже интересный факт. Это же вот туда, можно сказать, на ту же передачу, где вот пусть говорят, где вот сидят и выискивают самые дренные истории. И ковыряются, 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 ковыряются. Все в этом плохом. Я говорю, ну, господи, остановите. Ну, хотя бы одну передачу сделайте, вы найдите какую-нибудь хорошую. Вот выведите вот золотую свадьбу и скажите, ну, что вы врете-то? Ну, расскажите, как вы жили-то? Чтобы они рассказывали правду. Что все, как у всех, ругались, разводились, но не развелись. Ругались, но помирились. Здесь я наступил на гордость. Здесь она перешла себя, потому что. И как вот это скрепляется? Как оно вот это? Из какого ссора стихи созидается? Вот как вам это происходит? Это вот, мне кажется, ой, как интересно для исследований. И художественно, с точки зрения сценария кино. И с точки зрения социального. Вот он, институт брак. Это как дурацкое слово, но более-менее объясняет. И это может быть цикл вот этих и передач, и журналистских исследований, и постов в этих разных соцсетях. И это может быть, скажем так, тут же сложно обвинить кого-то, что кто-то за это там… Все же честно и чисто. То есть, ты не ко мне, что это не госзаказ. Эти люди реально прожили, понимаете? Просто вы, их нужно как свет на прай, проявить. И это в каждом городе. Если еще в один день, в одно и то же время, да еще с трансляцией телевидения, чтобы еще местные артисты в каждом городе пели, не приезжие артисты, один на всех, которые работают и зарабатывают, а остальные сидят. Чтобы вот в каждом городе есть народные артисты. Почему бы вы их не подсвечиваете? Почему я знаю там народного артиста в Москве, а народного артиста в Новосибирске, который получше, наверное, даже артистов в Москве, играет, потому что они масштабные? Мы не знаем. Почему бы мне подсветить, не найти один день? И вот такой фестиваль делал, чтобы вот днем вот это, а вечером какое-нибудь мероприятие, связанное с музыкальным, для меня очень важно еще возрождение оркестров, было в рамках этого фестиваля, чтобы вечером было оркестр народных инструментов той или иной страны, многонационально, многоконфессионально, но подсветить это, что вот в Уфе, в Казани, вот такие народные оркестры народных инструментов, там в Чите, в Иркутске, в Новосибирске, вот такие оркестры народных инструментов, Все это с платформой для музыкально-драматического действия, как говорится, мы можем на площадях, в театре у кого какой, и все это подсвечивать местными силами средств информации, а потом это может осветить и сделать какую-то программу, которая по центральному ТВ для всех показывает. Вот так прошел этот день в этом городе, вот так прошел в этом городе, там выступал вот такой-то артист, мы же смотивируем, покажем, во-первых, всех, у кого как проходил, мы узнаем новые имена, и эти имена будут благодарны, чтобы хоть раз они покупали на центральное телевидение, потому что как вот живет он там в миллионнике вроде бы в город, а никто ничего не знает. То есть тебе надо сначала сжечь какую-нибудь библиотеку, как герастрас, чтобы тебя про себя заговорили, но потому что ты сделал какую-то пакость, тогда все, о, вот есть такой человек. А человек, который достоин и порядочный, и деликатный, и живет по совести, нет такой платформы подсветить. То есть мы вынуждаем людей на нехорошее поступление. Они, слава богу, это не делают, это не за то, что они реально порядочные, поэтому мы и не слышим, и не видим. В общем, я так долго путано, но цель у меня была интересная, она еще там больше упаковка есть. Согласен, это очень интересное предложение, но, к сожалению, это же серьезнейшая абсолютно работа. Андрей Ильич, вот такой вопрос. Все-таки, когда мы с вами говорим о кинематографе, да, хотелось бы, чтобы появились новые имена, новые направления, чтобы как-то выскочить из этого, ну, я не знаю, клипового мышления, что ли. Мышление, которое больше всего нас затрагивает, когда происходит какой-то слом чего-то, ну, например, там, не знаю, убийство, взрыв, пожар или что-то такое острое, да. Ну, вот, все-таки, как вы считаете, чем заполнять-то будем? Болливудом? Китайской продукции? Нет, никто не будет смотреть ни Болливуд, ни Китайской продукции, ну, наши дети, во-первых, вы должны знать, зритель наш, это все-таки молодежь, во всей стране, основной зритель, тот, кто потребляет, так называемый, потому что кино и все эти платформы, основную долю, это вот ребята, уже выросли они, знают и представлений. И даже то, что называется клиповым формой, ее уже от нее не избавиться, то есть это сложно себе представить, для того, чтобы сейчас мы провалились в какой-нибудь там другой ритм и форму умения рассказывать историю. Другое дело, что в этой же форме можно рассказывать просто вещи, и должны рассказывать, которые выходили бы за рамки вот этого клипового мышления, а тут уже виноват режиссер. Эта мышь, когда обременяется, и режиссеру даже отчасти, ну, не то, что запрещается, но ему не рекомендовано делать тяжелое кино, ну, не рекомендовано. Студии, заказывающие кино, они все равно проходят вот эту фильтрацию, когда говорят, ну, не надо, в смысле, что я, не будет, зритель говорит, это смотреть, полегче, больше, меньше художественного мысли тяжелого, который заставляет, ну, проще, полегче, проще, полегче, проще, полегче. Так устроен, а я, например, поражаюсь, а этого нету в зарубежном контенте, очень, я смотрю, много фильмов, которые, я думаю, почему они так интересно, умно рассказывают. Мы говорим про нравственность, а они снимают, мы говорим про мораль, снимая антимораль, а там снимают фильмы, которые мы, по идее, должны были снимать, ругающие, в кавычках, запад. Вот, я смотрю продукцию мультфильмов Pixar, ну, это, ну, меня радует, прям совсем по-другому. Совершенно удивительные сюжеты, мысли, какие-то там, какие-то сценарии, а здесь у нас оригинальным, а что такое оригинальное, это когда сценарист или режиссер, который снимает фильм по своей истории, сам это видел, прожил или, скажем так, спроецировал, основывается на его личном опыте. Это же, ведь, страсть, как интересно. Согласен, согласен. Это очень интересно, к этому сейчас, как раз мы говорим, все по-буду, это и можно попробовать в качестве эксперимента, может быть, направление выработать, скажем так, ребята, вот в этом, вот, часть денег, направление, попробуйте. Ведь, шутку любить Родину, вы же опять же, вот, скажешь, Мерзекин, что ты имеешь в виду, что-то, патриотический там этот, как-то называется, как прокладка это, что называется, политическая там говоришь. Нет, я объясню, я так же, как и все, сложно испытываю чувства, когда я головой понимаю широту государства, да, там вот от Калининграда до Владивостока. И сложно, как бы, вот, любить всю эту историю, скажем так, даже иногда и не знаю историю целого этого государства, не знаю до конца даже тот объем культуры, про которую мы так пытаемся, и величие. То есть, мы, грубо говоря, я понимаю, что мы не являемся сами носителями того величия, той самой культуры, потому что подчасти мы не прочитали тех необходимых книг и знаний, и дети наши эти видят, и знают, что мы в кавычках только говорим о великой. Но есть место, где ты родился и вырос, и это уже безусловно. Есть место, куда ты хочешь вернуться, есть место, которое ты видишь во сне, есть место, которое ты и называешь малой Родиной. И это те люди, с которыми ты вырос, те песни, которые ты слушал в детстве, те колыбельные, те рецепты, которые готовила мама твоего друга, когда к ней приходил, или чем угощала твоя мама, когда твоя ватага заходила, и угощала ли она. Это все ростки вот этого детства, это и есть то, что ты любишь, куда ты хочешь вернуться. Это то, что ты идеализируешь и принимаешь форму того, что идеализация – это прекрасно. Это когда ты вспоминаешь, не как вот все было сломано, тротуары, в городках маленьких мы жили, это все забывается. А в том детстве и футбольное поле было, и тополя были зеленее, и пух был, какой мы его поджигали, и костер какой был, и девчонка какая была. Ты потом эту девчонку спускаешь, видишь, уже думаешь, господи. И возвращаешься в то, и вот мы живем идеализацией этого детства, потому что нам это нужно. Мы без этого жить не можем, потому что это топливо, это как атомная энергия человеческая. Вот это детство нам дает силу человеку на всю его жизнь, чтобы потом не сойти с ума, когда он окажется по-настоящему в взрослом мире, где нет ни одного родного, близкого человека. И ты должен жить, ты ночью проснешься и плачешь. Плачешь-то почему? Потому что не то, что ты домой к мамке, а вот что-то там есть такое. Ты всю жизнь живешь и думаешь, вернешься, то вернешься. Дай бог хотя бы один раз вернешься на ту самую малую родину. А может, как правду, жить пока и не вернешься, но это же топливо. Это топливо, которое может стать источником художественного переосмысления любого человека. Любой режиссер может представить и рассказать это. Не про ужасы городка детства, а про то, что было. Ведь даже если снять фильм с песнями, которые мы тогда слушали, это будет, ох, как выделяться на фоне всего того, что нет сейчас этого. Культура застольной песни ушла, нет ни одного художественного фильма. Если бы я сейчас снимал кино, вообще, он делал бы, я вернул бы и показал, как было. Не в смысле красоту, а как было, как это интересно. Так же сидели все, делали все то, что мы сейчас умеем делать. Только скучно. Выпили, поругались на политическую тему. И пошли спать утром, прости, прости, пошли работать. А сейчас, я сейчас не про себя, как бы вконтакте наблюдаю. Ну и сам участвовал в таких позорных акциях. Потом сказал уже, все, за стол, садиться не буду. Мы не обсуждаем это, 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 церковь, религия, политика. Потому что не ради этого. А раньше, как, все сели, жив и запели. И песня длинная. И между тостами время не чистит никто. Или кто-то что-то рассказывает интересное. Сразу ценится, кто? Рассказчик. А рассказчик, кто, он вообще всегда готов, что значит, лучшая женщина будет рядом. И вот это, раз, два, так это было, надо уметь. Даже вот я, например, учился играть на гитаре, потому что, ну а как мне нужно, что-то тоже где-то дать. Я же только потом узнал, что у меня голоса нет. А я и не знал, брал гитару, пел. Ну, свое место пытался за ним. Я сейчас, может быть, рассказываю, как бы, истории, не имеющие, как бы, отношения к ответу на этот вопрос. Но по факту я понимаю, что вот то, из чего мы выросли, состоим, это, может быть, и должно быть художественным. Оно может быть показано. Вот я пример приведу. Вот все свое творчество нанизывал на этот стержень Василь Макар Шукшенко. По большому счету. И все его фильмы, это вот исследование того, что он знал, он вырос, он впитал это. И даже его отъезд в столицу, и новая жизнь, и в голове такой просто у него произошел дистанциальный взрыв, потому что вот он, деревенский, вот он городской житель. И где вот это? Произойдет ли стечение двух океанов? И тот океан, это его, ты стоишь. Это дало искру, когда он стал художником. Он не в какой-то океан остался посередине и исследует, и принимая, ища в себя, и Васька где-то, сейчас 8, тут или там. И все эти фильмы. И, ну, это же сразу рождает кино, которое ни на что не похоже. Это и есть оригинальное кино. Незаимственный сценарий. Вон, печки-лавочки. Смотришь, думаешь, как он вообще это все написал. Читаешь, думаешь, там же нет такой сюжетной линии, как вот завязка. Классический фильм. Да, вот это, не найдешь этот абсолютно, как сейчас бы сказали, арт-хаус. Но какой он для арт-хауса слишком зрительский, как они классно играют, какие придумки, как все это работает, разорвать на цитаты, на отрывки. Вот такой вопрос, Андрею, если вам это близко. Вот мы же знаем, масса книг на эту тему написано, масса учебников есть, как нужно снимать кино. То есть завязка, развязка, первое слово, второе, финал, ну и так далее. То есть как бы есть конструкция четкая. Не кажется ли вам, что эта конструкция приводит к тому, что выхолачивается кино полностью? Все идут по этой, как мы сейчас об этом говорим. Да, ну да. А потом появляется какой-нибудь режиссер, там, а-ля Тарковский. Сосломался. Который хоп, сломал, вот зеркалом сделал, да, и сидишь, ты как в реву все разгадываешься. Нету там ни завязки, ни развязки. Да, и ты же разгадываешь, и тебе нравится, что у него такие же ассоциации, как и у тебя. Только я еще завидовал ему, когда смотрел, во ГИКе нас, ну, принуждали-то и есть, как бы, вот это и есть. Что такое культура? Это когда, это диктатура, осознанная, к которой ты идешь, ты выбираешь. По-другому никак. Если спрашивать студента, хочу, не хочу, я хочу с под 9 утра, а не Тарковского смотреть. И когда вот принуждали вот это вот диктат, ты должен посмотреть классику отечественного кино и классику зарубежного кино, и ты сидишь. Слава богу, еще мы смотрели не по телевизору, как сейчас, а был вот кинозал, и я сидел. И, конечно, мне тяжело было сначала воспринимать Андрея Арсеньевича, но когда ты погружаешься через них, ты понимаешь, что тебе нравится. И неподдельно нравится. И когда, это Брейгель, я когда крикнул, впервые там все засмеялись. Все поняли, что, значит, я смотрел эти альбомы Брейгеля, а я смотрел, я думал, что мне очень нравится там и живопись, я думал, что, может быть, еще в художественное пойти. Ну, то есть, я какие-то альбомы видел, и я когда узнал, а я понял, аж сколько я не узнал. Он вскрывает мое невежество. И зато я как радуюсь, когда я что-то узнал. И я стал его еще больше любить, потому что я пытался разгадывать. А потом в какой-то момент думаю, вот, боже мой, вот это и есть, когда ребенок Андрей рос в семье, где он получил образование мирового уровня. Не только отечественное, но и зарубежное. Это позволило ему, наполнившись, как недойная корова, набрался для дебютанта взять и сделать дерзновенного Андрея Рублева. Ни на кого не похоже. Мальчишка, поводей-то. Где там зрелый? А это вот все, вот это образование, это все отец, это все стихи, это все живая писькаторая он смотрел. И уж такую тему взять, ее переосмыслить тяжело. Сейчас-то никто не возьмется. А в советское время, чтобы пересмотреть и взяться, и найти какой-то художественный фильтр, чтобы туда заглянуть. И я вам скажу честно, я как человек воцерковленный, я до сих пор от правильности, умения точно вот туда он зашел. Это не то, что, знаете, бывает кино, прошло время, и мы пересмотрели. Ну, немножко устарело, да и ничего подобного. И аналогов ничего подобного нету вот этому, во-первых, историческому периоду, который берется, когда существовал и Андрей Рублев явил это чудо своей троицей. И это, вот это столкновение древней Руси, там, скажем так, дохристианства, и вот эта вся и дикость, и страх, и в то же время, и через вот этот образ колокола, но это невероятно. Вот кино, это не должно обязательно, что-то должно произойти. Вот люди просто роют яму. Просто полфильма роют яму под этот колокол. Вот это кино, и это кино, вот я про такое кино, вот такое кино хочется, чтобы, ну, была возможность. Мы умеем снимать, поверьте, Россия, столько этого, сколько бы не утекло, сколько бы не разлагали, как говорится, криповым мышцам, да не все есть эти ребята. Я, ну, не то, что лично знаю, я просто знаю, что, ну, вот просто так, это фильтр-то надо полить. Вот это должна какая-то лико сказать, ребят, в качестве эксперимента поливаем вот эту грядку, мы уже удобрили. Мы не убиваем, и не надо говорить, что все плохо. Но уже достаточно. Знаете, это поле должно отдохнуть. Вот есть в семенной культуре такое понятие. Год, если. Да, два года одну культуру за основу, пшеница была, все три года отдыхает, иначе она не даст, не то, что вообще умрет на земле, не должно, не будет ненужных минералов. Либо вообще отдыхает от травы, либо другую культуру засеивают. Та, которая даст, нужно перегной для того, что, ну, то есть люди, думающие, разбирающиеся. Так почему же кино у нас не должно быть, к нему хуже мы должны относиться, чем к земле, пашцы к своей земле? Разве это, мне кажется, поважнее тоже будет? Тоже культурой, даже отчасти можно сказать, что аллегорически. Ой, какое непаханное поле. Или поле, которое уже просто давно надо уже отдыхать. Отложите, дайте в качестве эксперимента другую подпосеем, другие зерна закупим. А вот это попробуем. А вот так это будет очень интересно. И сколько дебютантов сейчас может выстрелить, потому что ребята сидят, у которых другая тематика, другое пишут. А им говорят, не надо. Такой вопрос. Ну, рано или поздно эта военная операция закончится. Останется территория Украины. Ну, наша славянская территория, безусловно. Как вы считаете, в смысле искусства, вот эта военная операция уже убила полностью украинский кинематограф? Или это будет возрождение чего-то нового? Я сможет сразу сказать, да, но... И вот, конечно, актеры, я их называю актрисы даже, вот, хоть я сам не знаю, вот, актрисы. Настолько мы почему-то применены каким-то пониманием, в силу того, что мы на самом деле ничего не разбираемся, ничего не понимаем, особенно в политике, когда актеры дают какие-то осуждения. Я просто забегаю впервые. Я понимаю, что... Помолчать бы везде, где надо. Но, тем не менее, ответ на ваш вопрос у меня есть. Я более чем уверен, и мы с этого начинали наш разговор, я думаю, как раз к этому и вернемся. Что это поразительная природа человеческая. Самому все так перестроить, просто для того, чтобы попасть в ту зону, в которую он будет существовать, именно в радостном состоянии. Потому что радость – это признак здоровья. Человек не хочет жить с подданного состояния. Из любой катастрофической, казалось бы, психологической проблемы, человек найдет выход. Он выйдет. Он найдет. Он себе объяснит. Что-то произойдет. Может быть, даже не логическим путем, а будет, как мы говорим, с Божьей помощью, когда что-то произойдет, хоп, и объединит. Я не могу знать, я могу предположить только. Знаете, когда появится третий враг, меня что-то так не объединяет, как появление. Ну, это понятно. Раз такой может быть, такой вариант. Не дай бог, я говорю, господи, мы же, чтобы войны не задержали. Любое культурное событие может быть, любое. И опять же, я допускаю, я понимаю, но не все обозлились. Не все. И не все готовы в этом жить, и тем более. Вы знаете, тяжелый труд жить в ненависти. Это физически тяжело. Ты утром просыпаешься, как будто ты в тяжести, так как будто, это качки, которые каждый день. Там же, как день отдыхаешь, день тренируешься. А это вот ты каждый день тренируешься, ты каждый день поднимаешь штангу 150 килограмм от груди. Каждый день. Это вот ненависть. Это очень тяжело жить. Это любой человек устанет. И, конечно, это будет. Просто я единственное, что, как вместе с вами, просто мы в церквях читаются молитвы каждый раз. Не просто за мир во всем мире, а именно молитвы на состоянии, когда ты понимаешь, что это соборное чувство, желание вернуться туда, как в детстве. Когда мы говорим, это как у Христа за пазухой. Когда мы хотим побыть обратно в том самом состоянии, как дети, когда ты не. И много, конечно, сейчас совершенно иного другого. Но и это все закончится. Все закончится. Вот. Лишь бы было бы у всех у нас на это шанс и надежда. Лишь бы не было какой-то эскалации, что-то еще более чудовищное. Я, потому что, слышал такие сценарии. Да, боль страшная. Не дай бог. Андрей Ильич, огромное спасибо. Было очень приятно с вами. Я неожиданно, вы меня вывели туда, куда я даже... Ну, я думаю, что вы сказали вещи от души. Вы не политикой, вам, собственно говоря. Да, очень важно, что чувственные вещи, они важнее. Нежели, так сказать, от того, что вы бы сейчас рассказывали про танки, количество операций, количество людей, правильных или неправильных. Ну, что бы это поменялось. А вот ваши внутренние ощущения, конечно, и для меня важны, в первую очередь. И для нашего зрителя, я надеюсь. Важно сохранить смысл. Да, и ваша идея с этой золотой свадьбой, чтобы подсветить этих людей, а заодно и всю культуру на местах, она, конечно, очень важная. Для меня это было, ну, скажем, откровение. И непонятно, почему мы не можем запустить такой простой проект, где, собственно, денег-то не требуется больших. За ним у меня было предложение ветеранов труда сделать, подсветить людей, которые отдали одной профессии долгие годы. Да. Левшан называют. Тоже непонятно. Тогда их выискивать. Это удивительно. Это же, знаешь, сколько передач может быть интересна? Передача, это забитые будут все эти каналы. По своим местам поедут раскопать человек, который что-то делает. Интересно, оригинально. В советское время была такая передача. Когда там машину кто-то собирал или это делал. Я сидел, думаю, ой, как это, как он еще. Она у него и амфибия, она у него еще и плавает. Эти люди были и есть, и они и сейчас и есть. Я не могу сказать, что это неинтересно. Я наоборот говорю, это страсть, как интересно. А в рекомендациях к каналам, все какое-то... Я помню, в советское время в районе Октябрьского поля стояла машина дворника, который сделал машину дворницкую. Это 80-е годы. С мертлами, да? Вот с мертлами совсем. Сейчас едет иностранный, там стоял, и люди ходили, показывали. Посмотрите, она работает. Ну да. Это как бы в рамках этого фестиваля. Но так же, конечно, подсветить людей, которые, казалось бы, но ничего там героического подвига нет. Кроме того, что у него отец работал, он работает. Ну да. И он живет в этом городе, который, как покажет, там вот город Паши, там Пермский край. Да, это не Швейцария. Но кто-то там должен жить и работать, они живут и работают, и они счастливые люди. И во многом, даже более радостные, чем мы. Не в смысле, что у них комфорта нет. А за счастье и за радость отвечают совершенно другие рефлексы. Да, центры. И я с ними встречаюсь, я говорю, боже мой, как мне провезло. Я провел там три месяца. Я ходил, я до них дотрагивался, общался. Соль земли, вы про такое говорили. Я подпитался. Потому что я знаю, что они есть. Я говорю, а как ты пошел? Он мне отец сказал. А отец сказал, отец жив, он уже начальник. А он сначала пошел, не куда-то его задвинули, а он прошел все циклы. А потом сам сказал, нет, я не хочу под отцом работать. Ушел от отца. Пошел в другой же похожий комбинат, сделал карьеру и стал там директором. Я с ними общаюсь, думаю, какие-то удивительные люди. Вроде бы на амбразуру он не прыгал. А я смотрю, думаю, ну это поступок, и это прямо его украсит. И я бы про такого человека сказал. Человек труда, всю жизнь работал. И он, не как из этих фильмов, про которые мы с вами вышли. Он вообще не герой, никакой документальный фильм про пьющую Россию. Это человек из фильма про работающую Россию, несмотря ни на что, с отсутствием боулинга, что там сейчас модное, не знаю, вот этих каких-то вещей. Тик-тука. Ну, я не знаю, что им такого. Вообще интересно и общается, и лицо, и речь. Понимаете, вот тоже удивительная вещь. Если человек что-то делает, у него как-то все сразу мобилизуется. Его не выдает какая-то там косноязычная или, скажем, похабанная, разбавленная словечками речь. Это какое-то единение. Человек трудится, с людьми общается, это коллективный труд. И это прям передается. Человек сам себя формирует. Без всяких, извините меня, институтов и образований. Андрей Ильич, огромное спасибо. Надеюсь, не последний раз. Не последний раз. Давайте договоримся, когда мы подведем итоги, когда какой-то ступень в нашем разговоре произойдет. Хорошо. Скорбап. И мы скажем, что вот и мы вложили маленькую лепту. Потому что любое интервью, это как маленькая молитва. Мы пытаемся, формулируем мысль, искренне, все равно запускаем. Как молитвы, что хотелось бы. Мы же говорим о том, что болит, от чего хотелось бы избавиться и к чему хотелось бы прийти. Интервьюирование – это очень хороший психологический процесс. Вообще позволил бы всем людям проходить это интервью, потому что от чего-то надо избавляться. А человек, когда отвечает на вопрос, который он сам себе не задает, ведь в машине себе не задашь вопрос, смотри, а как ты относишься к этому? Ты вообще не знаешь, тебе даже это неинтересно. А неловкий вопрос, отвечая на него, ты неожиданешь. Ах, вот как ты думаешь, ты себя узнаешь. Оказывается, у тебя есть размышления, ты можешь на эту тему. То есть я очень много про себя узнаю благодаря вам и вашему цеху. И понимаю, что это полезная аналитика, во-первых. И во-вторых, то, что это соборно. Мы к чему-то идем. У нас в гостях был Андрей Ильич Мерзликин. Мы хотели бы, чтобы ваше ощущение после этой беседы, после этого интервью было у нами увидено. И, пожалуйста, в комментариях напишите, что вы думаете по этому вопросу о развитии кинематографа в России. Ну и о том, что вы услышали. Тоже ваши комментарии. Огромное спасибо. Это был «Момент истины». Всего доброго.